Сегодня Азербайджан восстанавливает историческую справедливость, освобождая свои земли от армянских оккупантов. На поле боя военнослужащие национальной армии дают мощный отпор врагу, продолжая успешную контрнаступательную операцию. Наряду с этим в стране не забывают и о борьбе с невидимым врагом – коронавирусом, пандемия которого продолжает держать в напряжении весь мир. Нельзя обрушать систему здравоохранения новыми вспышками коронавируса. Поэтому каждый гражданин, который бережет себя и окружающих от коронавируса, тоже вносит свой вклад в победу. Я прошу всех наших сограждан отнестись с пониманием, поддерживать армию тем, чтобы выполнять все карантинные меры. Согласно последним данным оперативного штаба, коронавирус в Азербайджане выявлен у 191 человека. По данным ведомства, один пациент с COVID-19 не сумел побороть болезнь. Гражданам следует не пренебрегать правилами карантинного режима и помнить о том, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации карантин может быть ужесточен. В общественном месте мы всегда в маске ходим. Это раз. У нас всегда с собой спирт. Это два. Руки моем. Расстояние соблюдаем. Вот это. Берегу не только свое здоровье, но и окружающих меня людей. Тем, что ношу защитную маску в местах массового скопления людей. Помню о карантинном режиме. Сегодня, когда наши сыновья бьются во имя освобождения наших земель от врага, это самое большое, что мы, простые граждане, можем для них сделать. Я всем советую соблюдать правила и носить маску. Ведь это несложно. Необходимо придерживаться правил гигиены. И в этом случае даст Бог мы победим этот вирус. Сегодня, как никогда, важно сохранить успех в борьбе с пандемией коронавируса, который благодаря своевременно принятым мерам удалось достичь. Не стоит забывать, что в стране действует военное положение и комендантский час, а карантинный режим продлен до ноября. Для обеспечения безопасности граждан строгое соблюдение установленных правил необходимо. Проявим выдержку, направим все ресурсы на фронт для победного конца. Эльнара Алиева, Тогрул Гасан Заде, Наиб Гаджев, Юсал Алихперов, Сибиси.